Я буду рассказывать, собственно, дам определение калерово-многообразия и расскажу, ну, если успею, то еще что-нибудь про них скажу. Значит, в принципе, ну, давайте я сначала скажу, дам все-таки примеры, а потом скажу, в чем суть этой науки. Вот, ну, примеры, самые простые примеры однородные, их проще всего строить. Вообще, как бы, если мы хотим какие-нибудь дифференциально-геометрические структуры обрести, их проще всего строить на однородных пространствах. Вот, M, однородная, группа линия, я, наверное, не буду писать, на слайдах написано, а так, наверное, все уже знают, и больше, что это уже было. Однородное пространство, если на M действует группа линия, группа, ну, естественно, гладко. Как всякое, когда мы говорим, действие группы линия на чем-то, имеется в виду гладкое действие, то есть отображение из G на M в M гладкое, транзитивно. Вот, ну, и это реальное замечание, при этом сразу, в этой ситуации M есть G на H, где H замкнутая подгруппа. Стабилизатор точки X, то есть H, это все элементы в группе G, такие, что H, G, X, есть X. Вот это определение стабилизатора, если кто забыл. Вот, ну, может, себе еще это утверждение, но причина этого, вот какая у вас есть отображение из G в M, которое переводит G в G от X. Вот. Это селективное отображение, инвариантное действие группы, и оно переводит, оно отождествляет G в H с M в силу того, что все точки H склеивают. И инвариантное, и как бы, само по себе же инвариантное. Вместе, инвариантное, сильно правого действия группы. Эквариантное, точнее. Хорошо. Есть какие-нибудь вопросы? Это какая-то тривиальная штука, и я хочу ее быстро забыть. И про нее больше не говорить. Значит, оправдывание. Стабилизатор. Вот эта вот группа. Стабилизатор. Стабилизатор X в G. И, наверное, наоборот, пишут стабилизатор G от X. Здесь, окажется, писал стабилизатор X в G. Стабилизатор X в G называется группа изотропии. Ну, и тривиальное замечание. Группы изотропии сопряжены. С T, X от G сопряжено стабилизатор Y от G для каждого X и Y в N. Доказательство. Ну, он тривиальное. У нас есть, если G от X равно Y, то мы берем стабилизатор X в G и подкручиваем его на G. И получаем стабилизатор Y в G. Ну, что объясняется тем, что у вас это отображение из G в M эквавариантно относительно действия левого действия G на себе и на M. Ну, я предлагаю самим проверить этот тривиальное. Вопрос какие-нибудь есть на сей счет? Кому кажется, что все тривиально? Замечательно. Спасибо большое. Хорошо. Другой важный момент, что у изотропии есть представление. Называется представление изотропии. Оно каноническое. Ну, как каноническое. Зависит от выбора точки. В каждой точке свое представление изотропии. Потому что в каждой точке своя группа изотропии. Значит, определение. Пусть M – G однородное пространство. Точка X в M. Просто точка. Тогда на касательном пространстве к X в M действует стабилизатор X в G. Но он сохраняет X, а действует на M дефиморфизами. Соответственно, для каждого H в этом стабилизаторе DH в X в X издает отображение из касательного пространства к X в M в касательном пространстве к X в X. А где X в X в X? Где E? Где E? Где E? Где E? Ну, а касательном пространстве к M действует вот эта штука. Теперь. Стабилизатор X в G. Это G так написано. Прошу прощения. Зачем это нужно? Это нужно, если мы хотим разнести какую-нибудь структуру. Чаще всего мы хотим разнести метрику. Или же, начав с какой-то точки, получая однородную, то есть инвариантно относительно действия группы, метрику, комплекцию структур и какой-нибудь тензор. Вот. И пусть у нас есть какой-то тензор F, скажем. Ну, там. Если вам не хочется думать про тензор, то думайте про объединение симметричной формы. Ну, вообще, тензор. ФИХ в тензорном произведении, то есть TXM в какой-то тензорной степени умножить на TXM со звездочки тоже в какой-то тензорной степени. Это, собственно говоря, тензор в точке. Вот такой вектор и есть. Мы можем попробовать этот тензор. продолжить до инвариантного тензора на всем однородном пространстве. Для этого мы берем G в группе G. Вот мы берем, мы можем считать, что G от X есть Y. Вот. И мы можем попробовать продолжить. Значит, смотрите, у нас есть G из касательного пространства к X. Бьет в касательное пространство к Y. То есть, касательное пространство к Y и в X. Вот. И это изморфизм. Соответственно, можно перенести DG от тензора FI X. Даст нам какой-то тензор FI Y, который зависит от G. Вот. G – это элемент группы. Вот. Проблема в том, что это неоднозначно. То есть, если у вас есть два разных элемента группы G1 и G2. Или там G и G1. Такие, что G1 есть GH и H лежит в цивилизаторе. То тогда G1 от X есть G от X. По очевидной причине. Вот. И чтобы это было однозначно, значит, D FI Y от G равен FI Y от G1. Тогда и только тогда, когда H от FI и VX равно FI VX. Ну, в данном случае H – это как раз и есть действие изотропии. Мораль. Улезет? Нет, не улезет. Надо там писать. Значит, это пока я опять ничего нетривиального не сказал. Это теорема, которая является татологией. Г-инвариантные тензоры на M – это то же самое, что стабилизатор X в G – инвариантные тензоры на касательном пространстве V. Г-инвариантные тензоры на касательном пространстве V. А здесь мы и требуем? Ну, мы должны это потребовать, если мы… У нас есть надежда получить таким образом инвариантный тензор. В принципе, если мы не потребовали, то просто у нас будет два разных тензора. Фи-и-и-рик-а-G и фи-и-и-рик-а-G-1. Вот. Но если мы хотим, чтобы это был один и тот же тензор везде, то нужно потребовать инвариантность изотропии. Вот. Зачем это нужно? Ну, просто мы сейчас будем строить какие-то тензоры на ЦПН, например, на Грассмане. Вот. Это все однородные пространства, и хочется получить на них инвариантный тензор. Вот. Перед тем, как я туда поеду, давайте вам… А, у Скайлера многообразие, собственно говоря. Сначала определю, а потом построю пример. Ну, тут и… Да, конечно. Может, у нас на касательном многообразии есть форма, и мы хотим… И мы хотим… У нас здесь в касательном… в одной точке пространства есть форма, и мы хотим развести по всему пространству. Скажем, Римменова. Мы хотим Римменову структуру, которая на М, которая инвариантна. Вы правильно ли я понимаю, что это фи живет на факторе группы? Нет, он живет в касательном пространстве. А, М – это фактор… Одноводная проценция – это фактор группы, да. Это вот даже было. Вот. Любая однородная проценция – это GPH. А, то есть, например… Вот здесь про это есть специальный слайд. Форма не сама группа? Да, группа Л является однородным проценцием, но нам проверять нечего. Потому что бизатор тривиален. Поэтому любой тензор… Вот, кстати, хороший пример, действительно, надо про это сказать. Пример. Пусть М равно G. Ну, действует на себя слева, просто умножением. Тогда каждый тензор на ТЕЖ однозначно продолжается… продолжается… до… лево-инвариантного… 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 тензора на G. Вот. У этого есть мораль. Мораль такая, что… Давайте отпримей к векторным полям. Т.е. из каждого вектора ТЕЖ у нас будет лево-инвариантное векторное поле. И коммутируемый лево-инвариантное векторное поле. Именно это называется алгебра Ли группы Ли. Это алгебра Ли лево-инвариантное векторное поле. А в силу того, что здесь написано, оно тоже здесь касательно пространства. Вот. Такой хороший, красивый способ определить алгебру Ли для группы Ли. Если у нас есть F на L, то есть F на G, которая… Нет. Не обязательно? Не обязательно. Это же надо поднимать как-то в G, а как поднимать? Тогда можно поднять? Не всегда. Что? Ну, скажем… Вот у нас есть тветочка, да? Сейчас, наверное, на точке не очень интересно. Нет. Ну, в любом случае, как бы… Если можно поднять, то неоднозначно. И все это сильно зависит от топологии. Ну, всегда поднятие – это трудная задача. Вот. А, нет. Ну, с другой стороны, наверное, можем тупо поднять. Можем просто сказать, что касательное пространство G селективно отображается в касательное пространство к x от M, которое есть просто касательное пространство к E в G, а фактор касательного пространства к E в H, то есть фактор этой алгебры Ли и по этой алгебре Ли. Но затем скажешь, что, дескать, если у нас селективное отображение, то можно ввести симметрику, взять прямую суммы разнести вот так ну смысл этом особого нету но это как вы как они имеют чуть-чуть дает руки да теперь коллерово многообразие ну там по большую часть того что на этом слайде вы уже много раз наблюдаю ли не наблюдаю только определение коллерово многообразие которую последние три строчки снимает вот у вас есть комплексное многообразие и вот с этого момента я почти комплексное многообразие с интегрированием почти объект структуры я буду читать комплексное многообразие то есть там была некая тонкая терминологическая линия проведенная парам доказали не лидер не ренберга но с тех пор мы считаем что мы доказали то это одно и то же комплексное многообразие то есть это вещественное многообразие почти комплексная структура то есть эндоморфизм указательного и условия интегрируемости многообразие вот если же термита форма ну жилье той формы как водится всегда связано металл метрик металл 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 форма омега x y который есть же от x и и эта форма уже по симметрично хотя лежит лям до 2 тем но есть немножко вдуматься то она не только лежит лям до 2 там лежит лям до 11 от им проще это увидеть то что на инвариант относительно вращение индуцированного действием у один а если вы помните я сам начал рассказал что даже не хочет просто весовое разложение для этого вращения вот соответственно если вас есть инвариантная форма она типа 11 тоже не вес 0 но это сегодня не будет особенно использоваться но в принципе этого важный момент вот значит определение ну да это эти три элемента друг другу все конечно определяют м и омега коллерово то я пишу м и омега имею ввиду что же индуцирована омегой если да конечно ну не координат а скорее векторов в касательном пространстве который индуцирована оператором и по следующему закону на касательном пространстве это род т от x есть косинус т плюс корень сейчас не корень из минус 1 а и синус т нет синус 3 тоже двещественное вращение до неких корней из минус единицы нету вот а дальше он продолжается по мультипликативность на все тензор а как шу шу вот это все применяется к шу это так можно сказать косинус тентор десна плюс синус тена корень измеряется есть обычное комплексное вращение заданная комплект структуры и если вы неожиданно оказались на комплексном пространстве поставили забыть что он был комплексно из инвариантности как следует но это я говорил уже что покупок у разложения на самом это весовое разложение относительно вращения ну бед надо вспомнить что все представления группу один неприводимые нумеруются весами они все просто вот это какая-то экспонента с каким-то целым коэффициентом вот и вот как раз пику компоненты так это часть веса по минушку вот а часть веса 0 соответственно один компа это поэтому она инвариантно но мы надо еще так увидеть вот у нас что такое 11 часть это вектора вида dz умножить на дз палочкой на нам дз1 надо за 2 с палочкой вот те на дзетах наша комплект структура действует как корень из минус 1 а на этом действует как минус корень минус 1 и умножаем получаем единицу поэтому как раз такие инвариантные а скажем есть там был dz1 на dz2 без палочки то она бы действовала здесь как минус и корень минус и не здесь какой-нибудь минус единицы но дальше встречал гиброли был пус был бы сложилось а так бы был бы вес 2 потому что садим с 1 умножаем 2 представление веса 1 получить песня веса 2 ну и то же самое с форуме которые по обоим координатам антиголоморфно вот все-таки значит определение многообразия коллера есть до омега равна 0 у этого есть несколько равносильных определений про которая будет потом говорить но самое из них разумная я уже сейчас скажу потому что все равно в лекциях я до этого не доберусь сегодня вот такое что у вас на каждом вещественном римном многообразии вас их каноническая связь назвать связь левич и витта вот и окажется это равносильно это равносильно д на было омега равна 0 вот на благо сердце вичи это этот центр и я потом подробнее скажу это одно из определений другое определение коллера многообразия которая как мы увидим равносильно стандартному но это больше на самом деле со связанностью используется больше вот но для этого надо поговорить про связанности хорошо вопрос кинтись к происходящему я вам дал определение я буду какие-то примеры там демонстрировать вот это все нет вопросов хорошо это патет коллера вот прожил почти сто лет говорят что у него был это под это андре вилле который большей степи отвечает за эту же науку еще еще черт который был в конце си протяжи андрея вилле вот но канонический первым кто понял собственно работа коллера и стал привить бы андре вилле написал про эту книжку которая в городской библиотеке было перманентно украдено например то есть даже в 90-е годы было бесконечно популярно тут андре виль сестой симон и который удар в большей степени знаменит чем он сам как так и неофициально католическая света а вот теперь значит сейчас скажу пару вещей по теорию представлений чтобы вы просто привести примеры чтобы меньше третий времени на проведение примеров потрачу время например на теорию представлений да вот в геометрии очень важно представление когда идет действует инвестиру на сфере естественно что эти представления сохраняя длину то что они переводят вектор длина 1 2 2 длина 1 поэтому они унитарная вот и будем классифицировать там есть конечный список вот может быть мы до этого даже доберемся какой-то момент вот но сейчас нам просто один пример нужно есть теорема если если м однородной римного они просить просто для векторного пространства теорема если вы векторное пространство пространство g действует векторное пространство ну эфлидово эфлидово значит с метрикой которая индустрируется скайерным произведением на в транзитивной сфере то существует и единственную метрика джинга метрика вот можно было сказать что она сохраняет длину и тогда существование было бы очевидно и единственность было бы нет но то есть она так и символ приятнее вот ну в принципе реально упражнение если у вас есть две метрики которых одинаковая сфера то на этой сфере здесь метрики g1 и g2 единственно с точностью до до множителя точностью до постоянного множителя доказательства доказательства тривиально стоит том что вот у нас есть сфера относительно нашей метрики же же 1 пусть у нас есть 2 2 равно в ограничении на эту сферу и с же равно константе ну значит можно считать что умножив на константе можно считать что же равно же 1 выключение на сферу пускай длина вектора но друг друзья вообще-то тогда для каждого вектора x лямбда икс лежит сфере вот ну и соответственно же от для от x есть же от лямбда икс делить на лямбда квадрат вот поэтому если у вас две функции 2d в метрики равны на сфере они общит равны как тривиально и вопрос к этому есть кому все это вообще тривиально и совсем просто замечательно спасибо у нас есть представление в ехидом пространстве где группа действует на сфере тарами так единственно ну что констант вот хорошо теперь другое это это упражнение упражнение если же транзитивная сфере на сфере то вы неприводима неприводима значит не имеет нетривайных под представлений мы еще предлагаю я прошу это конечно детский сад но может тут все-таки скажет почему ну конечно да то есть там нет никаких подпространств иногда сильно групп спасибо вот второй упражнение для машура она в ком смысле более сильное утверждение чем то что наверху что если вы неприводимы представление же и у вас есть две метрики 2d квадратичной формы же же один квадратичная форма и же положительно определенно на документ задать задачу найти контур преркажи не положительно определено и они инвариантно же инвариантная тогда значит задача нам доказать же пропорциально же 1 кто-нибудь может а как-то отдыха ну хорошо да 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 согласен на ци а то надр вот так что не вполне не вполне едет надо у нас что там могут быть какие-то не не уверен что есть контрпример вот когда нога это что-то там очень специфической формы автоморфизма у неприводимых представлений может быть таки это и верно для любых квадратичных форм украине стандартная доказательства которые люди должны знать и кто не знает лима шура она использует положительную определенность кто не знает как-то вы в тоске осмотрите ну дайте я расскажу не то чтобы это будет использоваться назвать она не как-нибудь понадобится что-то сам базовая вещь а что нету флот никаких этих самых лима шура жесть не смотрите вот у вас есть две квадратичные формы одна из них править напрян другая любая то существует базис базис которым же это просто единички то есть диагональная и g1 это тоже диагональная но с кем-то с обозначением по которым мы мало чего знаю вот это да знаете им дешевле метро не для иналгебры но все как каждые пять минут когда вы делать дифференциальной геометрии вы применяете там где-нибудь вторая форма там поверхность вот это все вот ну хорошо вот вас тут собственные числа я хочу сказать что собственное пространство они же инвариантно всегда просто потому что если у вас есть же это условие того что вектор лежит в собственном пространстве это же 1 от x равен же от x это 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 форма нужно альфа к т вот для каждого икса для каждого прочерка вот это линейное условие на x и она инвариантно носить на группы поэтому она следует нам под представление то есть у вас есть хоть два разных собственных значений у вас его получается два разных под представлений ваш специально разлагать прямую сумму вот ну соответственно у вас тут мог быть только только одно и то же с обозначение на все диагонали начали пропорционально вот то есть тут тут существенно используется одновременно приведение квадратичному давайте давайте только танцам у вас финансы она развалится он перестанет быть неприводимы такой бывает но я не уверен что в этом конкретном примере то есть возможно это утверждение не требует половина плена все только доказательства и будет вот но в этом что это движение вот то что я сейчас вам сразу про проведение форм к диагональному виду одновременно и это просто тут неверно для там легко привести контрпример неверно для не положить на плен на форт у детей не вопросы есть и не коллегами нас не будет положить на пыль на есть там есть плюс и минус одни важны не выразительно важно что у них не будет общего диагонального боится то есть существует две градичные формы одна из которых просто верхнюю треугольная ну хорошо будет у нас уже инвариантно по автоморфизм у представления это ничего не про герои что есть это не на c мы все-таки на дыр в основном работы то есть он на наук не проводим представлении на дыр бывают автоморфизм нетривиальны звали друзья но то вас может быть целых тела это важный момент счет ли не всегда знают вот пусть вас есть представлен на дыр можете эти вы их тела автоморфизм of чем это тело потому что если у вас есть автоморфизм у которого есть ядро то это ядро автоморфизм присоединяющий дату это играет под представление вот поэтому ни у одного автоморфизма неприводимое представление ядер нет вот значит автоматер неприводимых представлениями деление образу собой тело вот но поскольку есть теорема еще одна терема фрабиниус которая классифицирует тела на дыр то представление то классифицируется они могут быть там автоматерина быть r c и аж то есть который он и комплексные числа и простое честное число это и разных вид представлений вот и как бы получилось что они не комбинации форм но есть не получилось а черт на не может и получает есть получает ступы бери тогда то что я сказал все как бы не актуально но ей не очень понимаю получается или нет как-то как не очевидно то есть можно одну вычет чтобы она на ком-то векторе была нулевая она же не поможет но чтобы ответ был ортогонально вообще всему пространству а это уже как более хитро не да я генческой подрываешь там есть контрпример просто хорошо вот мы подошли к тому чтобы ввести теперь калерометрику на цп я должен цепан это однородное пространство будет того это однородное пространство которого группа изотропии 10 30 на сфере ну во первых в каком смысле от однородное пространство пэн это цп это естественно c в n плюс 1 без нуля процесса звездочкой вот но национации n плюс 1 без нуля действует группа у n плюс 1 эта группа унитарных матриц то есть матриц сохраняющий комплексную штук комплексных матриц которые еще и сохраняют нашу эрмитову форму вот но естественно что они действуют транзитивно даже на целой сфере потому что ну вы наверно знаете что если у вас есть какой-то вектор то можно достроить да у них до авто нормированного байса в унитарном пространстве на c честно бразили не все там строго надо почему все линии алгебра делается чем мешает жить вот ну хорошо я надеюсь трезина уэн ты за индивиду на сфере здесь мужчина здесь на cpn тоже cpn фактор сферы просто по окружности я вернетен хорошо теперь давайте обсудим надо значит цепь 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 он есть у n однородно у n плюс 1 однородно вот какой будет когда будут группы изотропии да нельзя ограничить метрику сын плюс один там можно и логарифм длины веков ограничивать но это лучше не связываться пока это мой может быть дальше будет но сейчас точно не будет вот я просто определил как единственную вариант на метрику не буду париться вот значит это однородное пространство изотропия это у 1 умножить на у н н почему у нас есть какой-то вектор во-первых через ответ проходит орбита со звездочкой на этом арбит действует группа у 1 и она естественно треток сохраняет на ортогональном дополнение к этому вектору надеюсь от группа у н этот губ сохраняющий этот вектор нуб сохраняющий какой-то вектор в эндроза именно образовался это у н группу недавно преобразований а здесь надphet воем дополнение вот и лобе эти группы стабилизирует ответ пор через кота у вас есть элемент который ней не здесь не здесь не содержится то完gasp вектор низко низкойimasu городскую точку вот есть у вас есть элемент который не содержится в этой группе тонна тот вектор меняет вот а если он еще не создается в этой группе тонн этот вектор меняет вектора который ему непропорционально вот поэтому эта группа изотропии кому-то поочевидно спасибо вот она транситивная сфера действует транситивная сфера на сфере следовательно ну пока на самом деле не вполне очевидно что у вас есть хоть одна не привая инвариантная метрика на самом деле сижение 1 и на метрике очевидно это просто уберете у нас компактная группа при любую метрику и начинаете ее этой метрикой шевелить и усредняете по базе это группу шевелить усреднить по группе вот это сам простой способ построить инвариантную метрику на любом процент все однородном относительно компактной группе то есть мы а ну что мы ее принтуем помет помеха до усреднение по компактной группе от интегрирования помеха вот если узнать про меру ходу тот как бы это такой бесплатный способ отдел получить а если не знаете то вы просто власти новой ночи тут код пространства а давайте сообразим какое касательно и пространство к точке цепи вообще дадим для могла на самом деле есть у вас x лежит cpn то касательно про санской ксу в cpn но мы думаем про x как про прямую это home из x в x от агонал вот такой такой факт верны любого процентства на самом деле богу раз меня на если чпн частный суде вас на просто даме для одномерных вот если у вас есть какая-то точка в раз меня нету и указать на пространство к этому глаз меня на это хомы из этого пространства который создаст этой точке в ортогональном дополнение вот но я хочу тебе отметить что этот хом это тензор над этим пространством по одновременно есть каноническая метрика там относительно все еще есть инвариантная вот мы как мы уже обсуждали она единственных потому что группа наша группа изотопии действует в интимной асфере и как есть возле группы есть инвариантная сфера она сохраняя только от тупы и в семье рекомендатор пропорционально значит теорема существует единственно до конца с точностью до константа с точностью до константа у н плюс 1 инвариантная метрика на даже римного меток на самом деле на cpn смотрите она будет эрмитовый автоматически потому что она верно сильно этого у 1 а у 1 отказа есть наш комплексное вращение поэтому а метрик инвариантно комплексное вращение она попадает то же самое что эрмитовый метрик вот значит доказательства существования либо усредняйте по усредняйте по компактной группе либо отрожисляете касательно процентов марки зуме получать хоть одну метрику единственность единственность следует из того что у стабилизованных изотропия изотропия транзитивная сфера как мы только что говорили инвариантные метрики это то самое что метрики миндальность и на группы изотропии такие вопросы есть ну это одномерное пространство если там я и там еще 0 бывает а если не 0 то это же не активно автоматически вообще нет то есть если это был бы грассман то там казать напознался был бы еще вектор а так и не максимального ранга ну думаю я говорю ни в чем не проблем вот значит определение это метрика это метрика называется фубини штуде и нужно писать явные форму и не и это сейчас не буду делать может быть мы доберемся того как она будет написано естественном порядка это единственно конечно именно именно так это уже с логарифмом если таскать не стараясь написать вообще будет не поэтому почему это метрик вообще ничего не будет понятно будет будет это в планах там есть сакральный смысл но это надо аккуратно процедать послывает хорошо значит теперь теорема на колерова или там утверждение фубини штуде колерова ну что нам осталось доказать для колерова стена инвариантности замкнулись относительно замкнулись омега относим дифференциал смотри что такое доме домика три форма линда 3 а цп вот она же наша группа заезд она наказательным действую как улэн вот и содержит а минус единицу минус единицы это элементу в общем совет минус единиц вот а коль скоро на средств минус единиц то на любых трех формах она действует минусом вообще на любых нечетных формах она действует минусом доказательства значит минус единицы которая лежит в н действует на лямбда под а цп н как минус 1 любых нечетных формах на любых нечетных формах на черного действует но это просто на жизнь на минус единицу но по координатная то есть полу как бы компонентная вот ну и поэтому на три формах алист минус единицей вот назвать она инвариантно мы что она получаем что-то у меня есть минус дома нога вот это вообще никаких три тензоров нету впрочем это бесплатно доказывает заодно и вероятность комплексной структуры интервью мость то что он находится тоже три тензор а три тензоров глядных там нет но с единицей мы получали что пришла в минус она работе инвариантно тоже надо сильно централизатора любая инвариантная форма на цп н то же самое что просто форма вказательной позвоночной точки на относительно групп представлении за ну как бы позит действий за тропе алисизотропе 10 минус 1 ну там содержит минус единицу тоже дифференциал коммутирует дефиморфизуме это в самом смысле на одном из первых слайдов я например почему меня было определение дифференциал драма вот и там и стала при никто и там есть это очевидно следует тоже дифференциал драма это единственная операция который дает правило лебница действует как дифференциал на функциях и вкладывать она нулю вот так что если мы возьмем какой-то один дифференциал драма и перенесем его дифференциал драма он будет также действовать на на функциях в общем ничем не будет отличаться от предыдущего подкрутить подействовать почему переносим дифференциал приносим обратно вот но в данном случае как бы первый перенос он тривиальный потому что у мега уже ингредиент дифференциал а вот хорошо какие-нибудь вопросы есть я пока ничего умного не сказал но не здесь не все равно спрашивайте потому что иначе часто пролистаю ему же окажемся в другом месте вот теперь возьмем дайте я сейчас скажу некоторые обобщение этой конструкции есть такой понять симметрическое пространство это важное понятие дифференциальной геометрии с половиной дифференциальной геометрии особенно говоря вот очень виноги это когда придумали карта зачем она придумала ходил классы симметрический пространство у него другой цель не был и классифицировать значит определение значит м пусть м 1 же однородное пространство римного многообразия многообразия м симметрическое пространство симметрическое пространство если существует до каждой точки x такая точки x вам существует элемент аж уже такой что аж от x это x и аж в ограничение наказательное пространство это элемент группы изотропии она когда на пазанской все это минус единиц то есть в вашем представлении изотропии у вас содержится минус единица вот хочу отметить что вот из этого сразу следует что все симметрические пространство которые допускают комплексную структуру они уже бесплатно кайлерово ну потому что самому аргументу уберете какую-то метрику среди это может быть конечно метрик уже не единственно вот на уберечь как метрику среди эти и по компактной группе но ваш группы за друг себя компактным тоже на сами подруг просто унитаз в ортогональной группе она же лежит в txn в изометрах txn вот получаете какой-то наверно метрику дифференциал снова три форма три формы инвариантные три формы там не существует потому что у вас есть футбол тропе элемент 10 минус единицы вот и все гражданам бесплатно получается таким образом вот этот замечательная пространство когда у меня кто-то спрашивал о от 2 n по у от n да да это определение однородного рима многообразие фига говорят там однородно комплексная метро что она там или однородно симпатическое все имеется ввиду что сохраняет вот этот структур про которую вы говорите камну римного данном случае что она сохраняется и сам групп а изотропе 10 минус единиц поэтому домик даже правда нулю у нас в визотопе с минус единица она на нечетных тензоров действует минус единиц и она четных плюс единицы поэтому четные тензоры позволяются они четные не позволяются вот но и четных тензоров там поэтому много потому что мне только это наша именно метрика ее квадрат смысле и римного метрика это серми то форма у нас же еще там их какие-то степени там квадраторами той формы то много всяких четных тензоров вот хорошо проективное многообразие это под многообразие комплексная под ногу в райис комплексном пространстве в капецом прикину пространство значит пусть у вас есть x в цпн во первых шагу комплексного многообразия ну тут есть как бы вы можете сказать что есть пока еще координаты на самом деле и x комплексная x комплексная под многообразие если и от 3x лежит 3x не вполне очевидно что это определение комплексного под многообразия равносильно таком который могли гипотетически сделать с координатами эта задача убедиться что это так для вас есть нет понадобится этим это вот нам это направили чем до индусом цп то что априори это касательно процент она лежит в касательно процентах цпн но не является и пусть только мы повернули 90 градусов может оказаться что но мы просто выпали из этого подпространства вот теперь замечание да значит определение в этой ситуации x называется проективным проективное многообразие дообразие и замечание кто я хотел сделать что и все калерова x к проективным колерах ну потому что так как омега в ограничении на x замкнута посмотрите значит вот у вас есть это многообразие в сцпн просто ограниченный x вашим римную метрику один вы смотрите к этому будет армитова форма но ирмитова форма там будет тоже ограничением потому вот в силу этого собственно говоря тоже здесь написано то есть армитова форма на иксе получается и выберете 22 вектора и применять и жек x и и вот вы можете применить в кадре позорских всех календов кажется пленат в ту же цену вот соответственно назар венчай замкнута форма да и хочу отметить что это у меня на симпатична если вы знаете про симпатичная структура как не вырождена замкнута два форма вот еще три третья третий подход к под нагарой цпн можно вместо того чтобы задавать их вот как диверсиально геометрически как я здесь сделал вот вот с помощью такого условия можно этих набором полимерных уравнений определение из а тропе разе на представление за тропе ну это в том числе вообще на относительно всего он но тут важно было на прошлом дать было важно из от посоле из а тропе общин границы на силу он писали направление форум совершили просто инвариантная метрика на цп на все определение x либо цп по многообразие называется алгебраическим если их 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 задано как множество нулей множество общих нулей нулей системы однородных полиномов ну или вы можете сказать про про идеал порождена этим полиномами в гардерином кольце вот эти рема джоу которая доказывается чистыми медленно комплексного анализа не использующими даже никаких никакой калерогеометрии ничего там теории ходжа вышли то же самое нас теорема даже если он доказать на самом деле пусть не использует почти ничего кроме теории гулуа я повторяю что в случае джоу она который доказать тридцатые годы она она использовала еще меньше но и тема джоу если x комплексная то на убрать честь того что называется гага принципу диаметрик алджибраик диаметрик аналитик определяющего серу который то же самое доказал для всех возможных объектов тип там пучков идеалов коренных пучков всего векторных расслоений в цпн да лежит цпн а так неверно да в цпн пози большая вот так конечно есть огромное количество примеров начиная просто стора вот выберете четырехмерный двумерный комплексный четырехмерный вещественный тур и разно убеждаетесь в том что он может быть ни разу не алгебраический и общем не может не быть глобальных наркотных функций например вот хорошо это тем который еще доказывать не будут теремка дарина она определяет какие многообразия есть вам известно просто колера многообразие к вовом случае колера многообразие является проективным да конечно не просто не будет глобальных наркотных функций например вот торт тот самый проговорил дело в том что если многообразие должного в цпн м очень много глобальных наркотных функций она до общего положения брать до чтобы не было глобальных наркотных функций это не просто найти вот просто как бы углу марта функции есть дивизор 0 и дивизор плюсов которые не могут быть нулевые потому что иначе там это просто глобальный говор там вот того не бывает одевернули у меня он не обязан быть класс когмологии кто все того что тор коллеров это класс когмологии не нулевой тоже можно принтер и по нему коллеров форму вот ну а потом мы найдем тур который просто никаких класс когмологии нету типа 11 ну тут нет там не будет обедом причем просто там как бы там нет там нет под многообразие в тело того что там когмологии не позволяет никаким подмогороден существовать вот хорошо значит теорема пусть м омега и коллерово компактная коллерово коллерово тогда м и проективно если класс когмологии на веру коллеров классов класс когмологии коллеров форм кто два форма он лежит ваш 2 м р априори ну вот есть он слоочисленный или там рациональный вот эти ремка дайра а в ту цену есть он рациональным опрос умножим на большое число и получим целый ну дело в том что у нас есть отображение из h2 м z в h2 м и цель который лежит в образе отражение естественно не не вложение не наложение ни в ком смысле ходить мы напишем здесь cut это будет вложение да нет но тор например наоборот проективно они скорее это такого условия для многих из этих многообразие то условия специально и они живут на дивизорах и маких кнопку в пространстве модулей то есть как специально злой на с другой стороны то что скала честь и правда есть не польза компании не доказанная которая позволяет как весь она верна позволяет развинтить любого братьевского многообразия в коллера многообразиев то есть как бы семейство расслоений база слой какие-то при этом юстный был весит все работает то есть на препятствия к к мировости у проективности может стоять том что какие-то из этих слоев это гипер коллера либо тор и не алгебраические интернет гипоиза компоненты она возможно верна в размер на сетре хотят надо подумать ну миром разноумерный комплексный торт то есть c квадрат фактор позад 4 сам простое многообразие которые коллера на непроективное на мне любой конечно там многие из них проективно вот на весь примеры торов которые непредельных стоит их на самом деле чем просто вот тем когда я думаю что это допущен да но и разумеется если ваше многообразие получилось вложением в цпн в цпн есть единственный класс когмологию h2 каждого там одномерно она произнесла численным классом то есть вашу форму форму финиш что не вы можете выбрать с очистным классом когмологии ограничено x поэтому это это только тогда смысле что если компактная коллера многообразие проективный есть от класс когмологии целый или там рациональный и наоборот если она проективно то существует коллера форму готовы класс когмологии рациональный я слышал что геймеровность это не только Нет, это все-таки эрмитовая форма, которая замкнута. А куда уж проще-то? Как всегда в дифференциальной геометрии, у нас есть некоторые или иные лублические условия. Например, на комплект структуры, что их квадрат равно минус один. А на эрмитовую форму – это то, что она инвариант относит на комплект структуры. Это наше лублическое условие. А еще у нас есть дифференциальные условия. Дифференциальные условия – это что до умиг равно нулю. Точно так же, для комплект структуры дифференциальные условия – это что тензор в фубине не находится равен нулю. Это, на принципе, похожие вещи. Как и симплитичность, так и комплексность. Да. Для теремок? Да, очень, очень. Я прошу прощения, что не написал. Вот здесь написано. Бескомпактность – это фатально неверно и даже ни в коем разе не может быть. Еще не может быть? Да, сейчас. По формам ломбика можно, в принципе, налево число до множить. Да, да. А все-таки пропорционально целое? Нет, там в одну сторону. Если целое, то все хорошо. А в другую сторону все равно у нас не получится. Потому что у нас очень много разных форм, которые мы просто берем две целые. И с разными рациональными коэффициентами. Не соизмеримыми. Сложим. И у нас получится форма, которая все равно не пропорциональна. Класска молодой, которая все равно не пропорциональна целому. Как бы… В одну сторону есть честная импликация, а в другую сторону существует другая форма, которая такая. То есть ограничаев и министудин просто. Вот. Хорошо. Вот тут картиночка. Значит, кого в куда можно запихнуть. Если у вас есть проективное многообразие – это самый ограничительный класс. Они одновременно Кейлеровы. Да, мы с шезонного. Мейшезон – это то, что я тут не говорил, но я уже на это намекал. Это пространство, у которых столько мерамортных функций, сколько можно быть. Это максимальное количество. Значит, давайте я сейчас скажу быстренько теремом Мейшезона. Пусть М компактная, компактная, комплексная. Комплексная. Тогда КАТМ – это поле мерамортной функции. Мерамортная функция. А вы слышали про трансцендентную размерность? Да. Это такая штука. Это когда у вас есть максимально алгебрическое независимое число элементов в поле. На ТС, например. Это называется трансцендентная размерность. В принципе, есть такой барис трансцендентности. Это состоящий из этого максимального набора. В данном случае, получается, мы смотрим на поле рациональных функций? Ну, мироморфных. Рациональных у нас пока еще нет. Рациональные – это в алгебраической геометрии, а в комплексной – мироморфной. Вот тогда алгебраическая размерность, то есть число… Алгебраическая размерность поля – это максимальное число трансцендентных алгебрических независимых элементов. Алгебраическая размерность КАТМ меньше или равна разменности М комплексной. Равенство – это называется Майшезоново многообразие. И Майшезоново равносильно следующему… Многообразие Майшезоново – это тогда, когда оно бимироморфно-проективному. То есть, у вас есть такое отображение, которое определено не всюду, но там, где оно не определено, оно задано мироморфными функциями. Значит, Майшезоново, дайте я даже это, пожалуй… Майшезоново… Следовательно, бимироморфное… Майшезоново – это проективному. Это вносили. Для бимироморфного, да? Угу. Майшезоново – это модификация? Это есть модификация. Модификация – это определение бимироморфизм. Просто такой темной, который Грауэрт использовал, он называл их модификацией. Но со времен Грауэрта только комплексные аналитики используют. Это у нас есть отображение, которое в координатах с заданными мироморфными функциями и вне полюсов этих мироморфных функций – это просто гламурное отображение. А как проверить, что это глобально хорошее отображение, надо просто сделать замыкание его графика. Замыкание его графика будет комплексно поднаградить произведение. А в общей точке – это просто объекция, вне полюсов. Теперь, значит, у вас есть Келлеромо-многообразие – симплектично. Классы симплектических многообразий, классы комплексных многообразий, они бывают разные. Бывают многообразия, которые допускают одну структуру, а не допускают другую. Точно так же, как бывает комплексные многообразия, не допускающие никаких мальшизоновых структур. Все стрелочки, которые здесь есть, они строгие. Ну и, наконец, самое общее почтиомплексное многообразие. Это, как бы, настолько общий класс, что там просто никакие ограничения топологических нет. В то время как во всех предыдущих классах есть ограничения, причем довольно серьезные. То есть симплетическими многообразиями в размерности 4, кажется, люди уже примерно понимают, какие многообразия допускают симплитические структуры, а какие не допускают. Но это даже размерность 4 довольно сложно. Больше размерности гипотетически никаких ограничений нет. Но это не доказано, и если доказано, то будет очень сложная теорема. Точно так же… А? У нас была задача в рестке, которая не помогает. Кажется, что почти комплексные и симплетические многообразия примерно одно и то же. То есть пространство структурно методически эквивалентны. Не симплетические, а не выраженные два форма. Замкнутые, все это очень сложные условия. Вот. Теперь насчет комплексных многообразия, опять-таки, в размерность 4 есть полное понимание. В большей размерности гипотетически опять есть гипотеза, что это тот же класс, что почти комплексные. То есть на каждом почти комплексном есть комплексная структура. Это не доказано, конечно. Первый пример, когда это открытый вопрос, это шестимерная сфера. Она есть почти комплексная струда, нет никакой комплексной пока. И каждый год публикуются 2-3 статьи, в которых доказывают, что она есть или что ее нет. Ну, естественно, неправильно. Вот. Хорошо. Значит, мы практически… Меньше 5 минут осталось. Я тебе быстро скажу, что дальше будет. То есть, что будет в следующий раз. Значит, будет борьба за то, чтобы доказать… А кто из вас уже… Как бы это правильно сформулировать? Ну, умеет доказывать теорему существования, единственная теорема связи с Левичевитом. А кто помнит, что такое связи с Левичевитом? Во, почти все помнят. Офигительно. Значит, теорема, которую я буду доказывать в следующий раз, состоит в том, что если М и Омио Келлерово набло Левичевита, то набло Атомик равна нулю. Вот. Разумеется, это потребует… А, прежде всего, что такое связи с Левичевитом, я какое-то время на это тоже потрачу. Но у существования единственной теоремы Левичевитом есть очень простое доказательство, которое не все знают. Вот я вам заодно и расскажу. Это доказательство, во-первых, реально занимает один слайд, то есть он совсем простой. А во-вторых, оно модифицируется таким образом, чтобы доказать и эту теорем. Вот. Зачем вообще такая теорем нужна? Дело в том, что дальше в комплексной геометрии постоянно используются такие соотношения Кэллера. Или там соотношение Кадайра или Кадайра-Кэллера. Типичное соотношение Кэллера такое. Вот у вас есть оператор умножения на Кэллеру форму, он из этого бьет в эту умножить на Омега. Вот. И вы хотите его прокоммунитировать с оператором, сопряженным дифференциалом Дорама. Вот. Задачным образом это будет оператор Дорама, подкрученный, значит, И, Д, И-1. Ну, там, наверное, с каким-то знаком, который я сейчас не в состоянии припомнить. Это ДДЦ, 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 ДДЦ? Нет, это ДДЦ просто. А, ДДЦ? Это ДДЦ просто. Вот. И такие все утверждения. Поскольку, на самом деле, у нас нет никакого контроля над Кэллеровым многообразием, кроме наличия на нем вот этого условия, их проще выводить как раз из условий со связностью. Вот. Да. Ну, что такое связность? Наверное, я сейчас уже не успею проговорить. Ну... Да, давайте лучше в следующий раз уже, потому что мы совсем... Спасибо большое. Может, есть какие-нибудь вопросы? Да, важный момент. В прошлый раз я раздал листочки, которые были дефективные. На них были неправильные номера и неправильные последние две задачи. Я распечатал правильную версию этих листочков. Пожалуйста, заберите. Вот, пожалуйста.